Добрый вечер, новости на Первом в Молдове. С вами Надежда Вербицкая. Коротко о главных темах этого дня. Консультации для галочки. Консультации сегодня являются формальность. С точки зрения того, что решение принесет, что решение принесет. Я задавал эту вопрос, по поводу революции, на которую мы не получили ответы. Парламентарии уверены, что Сандус снова пытается обвести их и Конституционный суд вокруг пальца. Нет препаратов для продажи. Pfizer говорит о том, что недостаточно количества вакцин для продажи, потому что потребность мировая огромная. Модерна и Pfizer во время прямых переговоров с Минздравом сообщили, что в этом году не смогут продать Молдове свои вакцины. У этой улицы есть потенциал огромный, который сейчас не виден из-за машин и некачественной инфраструктуры. В столице театральный переулок после реставрации станет пешеходной зоной. Декларацию о несогласии с распуском парламента одобрили сегодня 54 депутата. Таков ответ парламентского большинства президенту, которая созвала сегодня фракции на консультации. Специально уточнив, что именно об этом пойдет речь. Законотворцы, однако, в документе уточнили, что распуск парламента и последующие выборы углубят кризис в стране. Поэтому они выступают за формирование полномочного профессионального правительства сейчас и за досрочные, когда ситуация позволит. Депутаты напомнили, что по конституции в парламентской республике должно быть равновесие в отношениях между парламентом и президентом. Парламентарии обратили внимание на острую необходимость как можно скорее сформировать полномочное правительство, которое взяло бы в свои руки управление пандемией и занялось бы поддержкой стратегических сфер экономики. Эти аргументы по-прежнему не действуют на членов ПДС, которые след за Сандо только и твердеат, что о досрочных выборах, невзирая на то, что страна на грани катастрофы. Организации не было трех месяцев до демисиа дома Кику? Организации не были два попытки решить в инвестицию в гуформ? Почему не нужно для вас, чтобы вы разговаривали в парламенту? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Депутаты от других фракций предупредили своих коллег из ПДС, что их настойчивые требования о проведении досрочных выборов оставят страну без правительства как минимум на полгода, в течение которых пандемия унесет много жизней. При этом они напомнили, что выборы нельзя организовать без действующей исполнительной власти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА